Привет, друзья! Сегодня мы научимся делать вот такую открытку, которая называется мужская открытка. Смотрите, какой смоукинг или даже фрак у нас тут получается. И мы можем порадовать своих близких пап, братиков, дедушек и подарить им такую шикарную открытку. Давайте приступим к уроку. Ребят, для урока нам сегодня понадобится лист цветной бумаги. Я взяла чёрный, потому что в основном такие строгие костюмы, они чёрные, называются смоукинг. А есть ещё костюм, который называется фрак. Он немножко длиннее смоукинга. Я выбрала себе чёрный. Вы можете выбрать себе и синий, и коричневый, и даже зелёный. Разные же бывают костюмы, даже в клеточку. Важно только, чтобы лист бумаги был с обоих сторон цветной, потому что мы с вами будем загибать воротничок. Нам понадобится карандаш. У меня гелевая ручка будет белая. Если у вас нету, вы можете фломастером или красками даже сделать что-нибудь. Потом мне понадобится белый листочек бумаги, и я взяла розовый, чтобы мне сделать пуговички, воротничок и бабочку. Конечно же, ножницы и клей. Давайте начнём! Смотрите, мы берём наш листочек бумаги и складываем его примерно к серединке. Один угол сложили примерно к серединке, да, одну сторону, левую. Берём другую сторону и немножко накладываем её на другую сторону. Вот так. Складываем. Получается вот так вот примерно. Эти стороны потоньше, серединка побольше, да? Закрываем. И теперь мы отгибаем наш воротничок, нашего смоукинга. Вот такой красивый воротник получается с одной стороны, потом открыли и также загибаем. Смотрите, вот здесь, чтобы сгибался уголочек. И тянем его к низу. Хорошенько прогибаем. Ну вот, смотрите, какой у нас даже очень красивый пиджак получился, да? Согнули аккуратненько и отложили в сторону наш пиджачок, пока будет дожидаться дополнительных деталек. Теперь нам надо взять лист белой бумаги. У меня уже вот такой вырезанный тоненький листочек. Вы можете померить вот это расстояние линеечкой. Сколько здесь у нас получается? Здесь получается у меня 12,5 см. Вы можете взять 12 см, отмерить и вырезать. Нажимайте на паузу, я вас подожду и мы продолжим дальше. Так, а я продолжаю. Я должна отрезать ровненько мой листочек вот здесь. Я тоже линеечкой. Если вы умеете ровно, можете без линеечки. А если ровно, вы знаете, что точно не получится, проведите линию линеечкой. И отрезаем. Это будет наша рубашечка. Отрезаем нашу рубашечку. Папе будет очень-очень приятно. Смотрите, а здесь я вам покажу. Здесь мы проводим. Примерно вот сантиметр отступаем. И я делаю две вот таких линии с обоих сторон. Примерно по 2-3 см с каждой стороны. А в середине не прочерчиваю. И в середине серединку мы не режем. Смотрите. С одной стороны отрежем. И с другой стороны отрежем. Вот так. И теперь мы загнем наш воротничок. Смотрите. С одной стороны. И с другой стороны. Ну вот смотрите, какая получается рубашка. Я уголок обрезаю. Можно не обрезать, как хотите. Вот так обрежу его. Потому что мы сюда будем приклеивать бабочку. Так, убираем излишки. И я хотела бы сразу приклеить. Видите, он так торчит немножко. Я капельку клея добавлю сюда. У меня даже вот есть ПВА, чтобы было просто не мазать, а маленькую капельку. Раз. И маленькую капельку. Два. Вот так. Пока наша рубашечка сохнет. Давайте ее приложим. Посмотрим, как она у нас тут получается. Ну, очень хорошо получается. Смотрите, как сидит хорошо в пиджачке. Да? Вот. Отличненько. Пусть полежит пока. А мы тем временем будем вырезать бабочку. Бабочка, конечно, это у нас дело сложное. Но мы справимся. И я вас научу, как вырезать красивую бабочку. Да еще концы мы с вами ножницами подкрутим. Смотрите, сначала давайте нарисуем вот такую линию. Здесь полукруг. А потом из этого полукруга мы с вами вот такие два, как будто бабочкиных крылышко рисуем. Вот такие линии. У вас точно получится бабочка. Мы ведем немножко наверх, потом прямо, потом загибаем. И возвращаемся назад. Я нарисовала толстым фломастером черным, чтобы вам было видно. Но вы, конечно, делайте карандашиком. Я эту бабочку вырезаю. Я вырезаю за контурами фломастера, чтобы у меня фломастер не размазался, не испачкал мою бабочку. И тем временем этот фломастер у меня подсыхает. Тут аккуратно, прямо вот так вот ноготочками беру, чтобы не измазаться. Вот. Какой у нас серьезный подарок папе получается. Бабочку нашу мы пока отставляем, потому что у меня должна подсохнуть. Чтобы я вас научила закручивать ножницами концы. Теперь мы нарисуем пуговички. Пуговички тоже возьму розового цвета. Сделаю такие большие красивые пуговицы. Побольше. Так. Рисую кружок. Вы можете взять какой-нибудь круглый предмет и просто обвести его. Небольшой круглый предмет. Я сгибаю, чтобы мне два раза не вырезать кругляшок. Так. Вырезаем. Вырезаем не спешим, медленно. Чтобы ножницами себя не поранить. Так. Пуговички у меня готовы. Я хочу их наклеить вот на эту сторону. Я капаю здесь небольшие капельки клея ПВА, белого клея. Приклеиваю мои пуговички. Вот. Теперь я хочу свои пуговички тоже разукрасить фломастером, чтобы они были как настоящие. Я также обвожу черненький кружок. Делаю пуговичку ярче. Вот так. Еще разок обведу фломастером. У меня такая скользкая бумага, блестящая. И фломастер не сразу высыхает. Потом я ставлю вот такие точечки. Четыре точечки. Как на обычной пуговице. И потом провожу тоненькие полукруглые линии. Соединяю мои дырочки на пуговичках. Смотрите, как получилось. Вот такие дырочки. Чтобы у меня не открывался мой костюмчик, я здесь тоже капну. Вот на эту сторону капну немножко клея. Проведу такую линию и закрою, чтобы он у меня не открывался. Вот так. Подержу немножко. И можно даже здесь еще чуть-чуть капнуть. Смотрите, куда у вас заходит ваш пиджачок. Чтобы вот он держался, да? Тут мы хорошенько согнули. Согнули, согнули. Пуговички мы сделали. А теперь мы сделаем кармашек. Как обычно это бывает на смоукингах, да? Мы сделаем такой кармашек. Тоже возьмем... Я возьму розовый кусочек. Мне будет очень радостно увидеть, какие вы сделали открытки для своих любимых пап. Присылайте. Будем очень-очень рады. Смотрите, мы берем небольшой кусочек бумаги и рисуем два треугольника. Один побольше, а другой поменьше. Вот такими линиями. Смотрите, я подержу здесь. Введем сюда треугольничек побольше. До конца не ведем линию и поднимаемся с другим треугольничком вниз, только поменьше. И теперь уже до конца. Получается у нас как будто вот такая гора, да? Горы. Два простых треугольника. Мы их вырезаем. Сейчас я уже не хочу, чтобы был виден фломастер. Если вы нечаянно отрезали первый треугольник до конца, ничего страшного. Потом просто приклеивайте рядом другой треугольничек. Это как будто у нас торчит платочек из карманчика. Смотрите, да? Можно его и сюда, если хотите приклеить. Можно его и вниз. Я вот чуть-чуть ниже хочу сделать. Так, я беру клей. Мне сегодня понравилось больше работать вот с белым клеем. Как-то не так пальцы пачкаются. Так. Аккуратненько наклеиваем. Аккуратненько наклеиваем. Теперь я беру свою бабочку, которая у меня тут уже подсохла. И аккуратненько беру ножницы, кладу под одну сторону и аккуратно конечек вот так вот закручиваю. Одного движения совершенно хватит. Держите за серединку, чтобы крылышко не оторвалось. И вот так закручивайте. Аккуратно. Раз. И все. И все получится. Смотрите, какая объемная бабочка получается. Здесь можно вот так еще согнуть и приклеить только серединку. Приклеиваем нашу серединку вот сюда. Вот. И прямо вот на рубашечку вниз. Раз. И готово. Я хочу немножко раскрасить свои пуговички, добавить им белых стежков, белых ниточек, чтобы они у меня смотрелись более празднично, более радостно и более торжественно. Папа же у нас нарядный должен быть в день папы. Прохожу с белой гелевой ручкой или ярким фломастером, можете. Бабочку тоже немножко освежу. Здесь тоже сделаю белые стежки рядом с черными линиями. Такая у нас красивая рубашечка получается. Яркая, торжественная. Просто загляденье. Папы будут очень рады. А вот кармашек тоже можно прошить белыми ниточками. Маленькими такими стежочками. Вот так. Теперь я бы хотела написать поздравление папе. Вы придумайте, пожалуйста, своё поздравление. Здесь я, наверное, подпишу. На английском могу подписать. Могу и на русском, и на других языках. Какие у вас языки понимают папы, кроме русского? Я напишу Happy Fathers Day Нарисую маленькое сердечко. Это у нас поздравление на английском. А если у вас папа русский, можно написать и по-русски. С днём папы. Это я думаю, что вы уже напишите сами. А здесь давайте напишем пожелание. Или мы можем написать Папа, мы тебя любим. Ты лучший папа. Давайте я напишу по-английски, чтобы у нас урок был не только для русских детей, а чтобы у нас ещё был урок для разных национальностей. Хорошо? Вы пишите своё пожелание папе по-русски, а я напишу по-английски. Я написала We love you. Best dad ever. Я написала, что мы любим тебя, самый лучший папа. И здесь можно подписать твоя дочка или твой сын и ваше имя. А я нарисую сердечко. Смотрите, какая у нас чудесная открытка получается. Вы дарите её папе, а папа достаёт и читает пожелания. Представляете, как папе будет приятно, хорошо на душе, целый день хорошее настроение, и ваши слова его будут согревать целый день. А сейчас давайте прощаться. Здорово, что мы с вами создали такую чудесную открытку для любимого папы. А сейчас пока-пока!